Так, вот этот вопрос, во всех, еще в СПР, в СПР, в СПР, в СПР, в СПР, в СПР. Вот у нас есть наша табличка, табличка состоит из СТР, строчек. Берем, перебираем все ТР-ки. Берем очередную ТР-ку, в ней ищем ТА-шку. Если не нашли, значит это не нужная нам ТР-ка. Если нашли, смотрим, что лежит внутри этой ТР-ки. Ну что значит внутри? ТР-ка это ТР. Но проще всего, например, взять от этой ТР-ки текст, текстовое содержимое, и посмотреть, находится ли внутри этого текста нужная нам строка. После этого, если эта строка там действительно находится, мы берем от той же ТР-ки, берем ТД-шку. Да, от той же ТР-ки берем ТД-шку. Смотрите, я не помню, говорил я или нет, но, по-моему, говорил. Но давайте я напомню, что вот так можно проверить, что некоторая подстрока является частью строки. Нет, смотрите, есть строка, питоновский тип данных. Соответственно, как только вы получили этот тип данных, вы можете с ним работать стандартно-питоновскими средствами. Ваш вопрос мне не совсем понятен. Вот эта штука является строкой. Вот, смотрите, если вы не верите мне, поверьте Питону. Он ее воспринимает как строку, но дальше эта библиотека устроена так, что она, правда, эту штуку понимает, чего мы имеем в виду здесь. Что это не або какая строка, а это строка, которая имеет некоторый специальный смысл для этой библиотеки, конкретно в качестве второго аргумента вот этой команды. Нет, это абсолютно одинаковые строки, они никак друг с другом ничем не держатся. Проникшись в них, ищем все, какие элементы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И как бы сразу ты это понимаешь. Да, это отличный пример. Да, такое бывает. Хорошо, давайте пока что сделаем действительно попроще задачку. Давайте сделаем такую вещь. Значит, что я хочу? Я хочу перебрать все АТРки в моем инфобоксе. Но кто мне может запретить? Допустим, print.tr. Ну вот они все эти ТРки. Да, давайте запечатаем ТР. Так, QuickTime. Так, QuickTime на меня снова взругался. Cannot open. Ну, отлично, ладно. Ну, надеюсь, что он... Так. Ну, хорошо. Значит, это я сейчас печатаю каждую ТРку. Но я, на основном, от этих ТРок хочу взять ТАшку. Как это сделать? А зачем еще один фор? Вы хотите что-то перебирать внутри каждой ТРки? Хорошо. Внутри каждой ТРки. Но перебирать, это означает, что у вас чего-то много. Чего-то неизвестно сколько. Если вам нужна... В данном случае вам нужна ровно первая ТАшка. Да. Find.tash. Вот видно, как устроены эти ТАшки. Значит, здесь есть какие-то строчки, в которых нет ТАшек. В этом случае Find возвращает нам. Ну и ладно. Есть ТАшки, которые есть. И нас интересуют те ТАшки, у которых... Ограничения по возрасту. Вот оно. Возрастные ограничения. Да, так интересно. Ну, хорошо. Давайте сделаем вот так. Не работает. Почему? Значит, не работает, потому что у нас среди этих ТАшек встречаются нано. У нано нет никакого текста. Поэтому нам нужно явно добавить условия. Давайте я как-нибудь сделаю, например, вот так. Ну, вот. Ну, хорошо. Давайте... Давайте... Значит, во-первых, почему здесь так оказалось? Почему оно здесь оказалось написано в одно слово? Ну, давайте снова... Давайте сделаем так. Давайте писать ТАш в текст и просто ТАш. Потом писать вот так. Просто, чтобы посмотреть, почему так получилось. Ну, смотрите, вот это более-менее стандартная, как бы, стандартная ситуация, когда вы... Не бывает такого, что вы начинаете писать код, особенно если это код веб-скрепера, пишете 50 строк кода подряд, после этого запускаете, и он работает. Так не бывает никогда и ни у кого. Правильный порядок такой. Вы пишете настолько маленький кусочек кода, насколько можете написать, смотрите, как он работает. При необходимости вы пишете не тот код, который вам нужно сделать, а тот код, так сказать, код, который вам даст информацию, который позволит сделать то, что вам нужно сделать. Это такой очень итеративный процесс. По крайней мере, проще всего его делать в таком итеративном режиме. Нет, если вам нужно... Если вам нужно написать... Если вам нужно написать алгоритм обхода дерева или еще что-нибудь высоконаучное, то, наверное, вам лучше сесть и спокойно прикинуть этот алгоритм, прежде чем писать строчки. Но когда вы взаимодействуете с какой-то вот такой вот неведомой нам средой, в данном случае неведомая среда – это тот самый чтимовый документ, с которым мы работаем, то интерактивная работа – это наше все. Можно посмотреть, почему так оказалось, почему текстовое содержимое нужного нам тега выглядит вот так, почему здесь нет пробелов. Давайте посмотрим, как выглядит его исходный код. Видите, здесь написано «возрастные». Потом идет вот такой вот тег «бр». Он... Видите, здесь слэшок. Вот этот слэш означает, что этот тег «бр» в этом месте открылся и в этом же закрылся. Но обычно закрывающий тег начинается со слэша, а здесь он заканчивается слэшем. Это короткая форма сказать, что тег «бр» открылся, и тут же он закрылся. Вот там идет слово «рейтинг». А что такое тег «бр»? Это просто перенос строки. Line break. Поэтому здесь, на самом деле, возрастные перенос строки, рейтинги. Но поскольку точка текст просто склеивает текстовое содержимое тега, как оно есть, оно вот этого «бр», оно не понимает, что это «бр». Это, на самом деле, аналог пробелов. И точка текст выдала нам действительно вот такую вот странную строчку. Ну и ладно. Давайте я просто сделаю так. Давайте я скажу, что нужная нам строка – это такая строка, у которой слово «возрастные» есть в «таж тексте». Ну, допустим, я нашел нужную нам строку. Что мне теперь сделать? Я хочу посмотреть, какие именно возрастные ограничения есть у этой игры. Что нужно сделать? Да. Ну, что, да, не я думаю. Давайте вот так сделаем, вот интересно, тоже ничего не понятно. А, они, похоже, все-таки это перенесли в wiki-данные, только на мере какая-то информация здесь хранится в wiki-данные. Так что, возможно, что скоро скрепить эти штуки будет и не нужно. Но останется много других штук, которые нужно строить. Так. Так. Ну, потому что мы так ему сказали. Потому что вот этот tr, он как бы, ну вот он вот в этом цикле for, как работает цикл for, он берет элемент вот из этого списка, кладет его в этот tr. После этого, до тех пор, пока мы этот tr никак явно не переопределим, это будет один и тот же tr на протяжении всего тела цикла. А я ничего не сравниваю, я проверяю условия. О том, что подстрока возрастные есть внутри строки TH-текст. Да. Я в данном случае делаю такое вот сравнение по подстроке. Ну, у нас она так устроена. У нас в каждой, смотрите, сейчас, мы идем по строчкам. В каждой строке у нас, на самом деле, только одна TH-ка в данном случае. Зачем нам их больше сказать? Я в данном случае просто просмотрел эту таблицу и вижу, что она устроена именно так, она имеет каждый, в каждом нужном у меня tr-е только один TH. Трубуско, трубуско, у меня тяга есть два шестра, почему-то и в 10 раз появились. Вот, нахуй. Я проверял, вы можете все по ДТ, вы можете как трех, но потом здесь. Еще раз проверял. Всё, увидел. Как вы где-то, 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 где-то. Вот это, видимо, T-a. Как мы же выучим, так, где-то, 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 где-то. Сейчас вообще-то, но у меня, например, т.к. Да, так. Это внешне цепи. Что это D? D – это вот это вот T-a. А, я тоже. Вот. А вот это T-a, которые есть, как в элементе. Сначала я просто присваивал, а потом присваиваю элемент, и всё. Присваивается... Вам в данном случае нужен, на самом деле, только один T-a. Ну, хорошо. Если бы у нас была бы такая табличка, в которой в каждой строчке было бы несколько T-a, и мы бы не знали бы, какой из них нужен тогда, ваш подход со вторым циклом имел бы смс. В данном случае у нас в каждой строчке ровно один T-a. Нам его вообще не нужно. Т-a. Так. Ну, хорошо. Понятно ли, как работает этот странный код? Т-a. Ну, да. Более или менее. Теперь нам нужно, на самом деле, как-нибудь превратить вот эту штуку в какой-то более понятный вид, потому что, видите, дальше здесь идёт уже что-то гораздо менее структурированное. Т-a. А именно, собственно говоря, нужна нам информация здесь немножко хитро записана. Вот помимо, собственно говоря, текста о том, по какому классификатору, какой рейтинг у игры, здесь есть ещё всякая дополнительная информация. В частности, какие-то из классификаторов имеют ссылки на соответствующие вики-статьи, в каких-то случаях они имеют ссылки на какие-то элементы вики-данных. В общем, здесь много всякой дополнительной информации, но можно дальше разобраться с тем, как вот эта штука устроена. Ну-ка, давайте-ка я вот что сделаю. Значит, вот так вот с точкой протифай можно напечатать так, чтобы он отступ автоматически расставил, чтобы было чуть более понятно. Ну вот смотрите, я думаю, что правильная стратегия такая. Во-первых, видно, что отдельные строки разбиты с помощью BR. Вот видите, у нас есть, ой, вот у нас есть первая строка, а потом после неё идёт BR. Потом есть вторая строка и после неё идёт снова BR. строка. Ну, давайте сейчас что-нибудь с этим сделаем. Как бы сделать так? Что? Нет, я пока ещё ничего не сделал. Я пока думаю, как бы это посимпатичнее разбить. Без использования тяжёлой артиллерии. Ну, хорошо, давайте пока сделаем просто так. У-у-у-у-уь… Продолжение следует... Значит, мне не нужны вот эти теги style, я их хочу просто пропустить. Да, кажется, самое главное, что я хочу пропустить, это вот эти теги style. Давайте я как-нибудь такую вещь сделаю. Значит, давайте посмотрим. Вот, допустим, у меня есть какой-нибудь тег, скажем, infobox. И я хочу понять, как взять его имя. Логичный. Точтоней. Если так, я думаю, что будет... Да, проблема в том, что сейчас... Нет, дайте-ка я верну его. А, проблема в том, что вот этот style находится внутри вот этого класса. Вот внутри вот этого спана. Поэтому я его таким образом не пропускаю. А если я буду вообще все спаны пропускать, что будет? А, по-моему, так гораздо симпатичнее. Ну, я понял. Потому что вот эти вот элементы, которые находятся у меня внутри этой тдшки, они могут быть строками, а могут быть другими тегами. Ну, хорошо. Так, сейчас я пытаюсь понять, как бы... Ну, да, хорошо, можно так. А, try, print, element, text, accept, значит, что он там может... Что он там может вылить, attribute, error может вылить. Ну, хорошо, можно было бы сделать посимпатичнее, но мне сейчас... По-моему, это примерно то, что нужно. Видимо, там есть спаны, которые хорошие, и есть спаны, которые плохие. А, я знаю, что можно сделать. Во, я придумал. Так. 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 Это я проверю, что элемент не пустой. Сейчас. Значит, я здесь написал кривую логику. Значит, чего я хочу? Давайте я немножко сделаю шаг назад. Значит, чего мне не нравится? Значит, мне не нравится следующее. Значит, вот это мне нравится. Вот такие строчки я хочу оставить. Это те строчки, которые просто строчки. Дальше. Что еще я хочу оставить? Давайте-ка я посмотрю на то, как это выглядит на странице. Это не очень удобно, то есть теоретически можно было бы это делать, но это не очень удобно. Но, собственно говоря, написать код, который бы корректно с этим работал как со строчками, просто как со строчками, не очень легко. Давайте еще раз посмотрим на то, как это выглядит здесь. Значит, вот у нас есть, например, вот эта штука, эта ссылка. Ну хорошо, со ссылкой все понятно. А вот эта штука, она хитрая. Она вот этот самый спан, а внутри этого спана есть вот эта вот штука, которая, вот этот стайл, который мне не нравится, который немножко лишний. Допустим, я бы хотел иметь содержимое вот этого спана, потом двоеточие, потом вот то, что здесь написано вот в этой всей штуке. А вот этот стайл я бы хотел проигнорировать. Видимо, у меня сейчас получится слишком громоздкий код. Наверное, я взял не очень удачный пример. Как-то хочется показать, что все очень просто, а получается как в жизни. Да, а не только гравитация, но и интернет-странички так себе. Вот. Хорошо. Давайте я вот что сделаю. Я придумал. Вот. Это я просто взял первый элемент из того, что там есть. можно проверить, что такой же код сейчас будет работать с какой-нибудь другой страничкой. Давайте я все соберу в один. Вот. 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 вот на нем я установил. Вот. 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 Ааааа. Давайте я чего другу компьютерной игрушкой посмотрим, сработает ли такой же код с ней. Наверняка здесь есть категория про компьютерные игры. Теперь нужна еще такая графа, в которой этот параметр будет заполнен. Это иначе неинтересно. Да. ИМАК. Вот, возрастные рейтинги. Да, отлично. Правда, здесь первый рейтинг не заполнен вообще. По крайней мере, сейчас посмотрим, сломается наш код или нет. Ну, то есть он явно выдаст не тот ответ, который мы хотим. Ну да, он выдал пустую строчку. Ну ладно. Давайте я все-таки здесь оставлю принт в ТД. В общем, да, это получился пример в условиях, максимально приближенных к боевым. То есть это означает примерно следующее, что вы тратите день на то, чтобы написать какой-нибудь скрепер, который вам скрепит одну страничку. Запускаете его, он делает, он делает, он обрабатывает вам три похожих странички, а на четвертый ломается. Ну, потому что эта четвертая страничка выглядит немножко не так, как предыдущие три. И не вполне соответствует вашему, ваш алгоритм на ней ломается. Такое бывает. После того, как вы раз пять поисправляете свой алгоритм, он, возможно, сможет соскрепить больше, чем три страницы. Ну, просто потому что те страницы, которые вам нужно скрепить, достаточно часто либо пишутся людьми вручную, как, например, вот эти статьи в Википедии, либо генерировать какими-нибудь кривыми генераторами. В общем, всякое бывает. Вот. Но в целом логика примерно такая. Вы находите с помощью HTML-инспектора, находите ту часть страниц, в которой содержится нужная вам информация, и ее оттуда извлекаете с помощью вот таких вот запросов. Ну, давайте, может быть, еще что-нибудь со скрепим в оставшиеся 15 минут. Есть какие-нибудь запросы? Ну, да, это как раз легко. Да, да, на самом деле тут есть разные подходы. Я, наверное, про… А, ну, хорошо, давайте я вам сейчас покажу, как это делается. Так, у меня для этого нужно загрузить библиотечку, которого у вас, скорее всего, тоже нету, поэтому давайте я еще раз покажу, как ее установить. SysExecutable. Это минус mp-preinstalled Robo-браузер. Значит, это я устанавливаю сейчас штуку, которая позволяет, ну, чуть-чуть проще обращаться к страницам, вот когда у вас задача не состоит в том, чтобы просто скачать одну страницу, а задача состоит в том, чтобы скачать какую-нибудь страницу, найти там какую-нибудь ссылку, пройти по этой ссылке, перейти на другую страницу, там тоже чего-нибудь найти, и так далее. Вот такого типа задачи. Вот для этого я установил пакет, который называется Robo-браузер. Это, на самом деле, такая надстройка над тем же самым реквест и бить fullsop, который мы использовали только что. Можно еще раз строчку вытескать? Ну. Так, ну давайте теперь пройдемся по каким-нибудь страничкам, где нам нужно было бы кликать по ссылкам. Чтоб такое взять. С контактом тяжело, отдельная история, поговорим в следующий раз про это. Дело в том, что, смотрите, ситуация такая. Разные странички по-разному создаются на вашем компьютере. Например, в Википедии создается так. Вы скачиваете HTML-файл, этот HTML-файл отображается в вашем браузере. А, например, ВКонтакте работает совсем по-другому. Во ВКонтакте вы скачиваете, грубо говоря, некоторый JavaScript-код, который запускается внутри вашего браузера, сам делает запросы для дополнительной информации, получает ответы от сервера, и после этого с помощью этих ответов рисует, уже работая в самом вашем браузере, рисует вам веб-страницу. Обрабатывать такие страницы можно, но требует других инструментов. В частности, требует штуки, которые называются Selenium, которые мы обсудим в следующий раз. А сейчас я хочу более простой для обработки сайт. Так, значит, у нас здесь есть... Все, нету тут. Так, тут есть список... Да, но здесь нету никаких... Здесь нету ссылок на... Ну, хорошо. Режиссера. Каких вы знаете режиссеров? Этот? Демография. Во. Отлично. Так, у нас здесь очередная табличка. Давайте мы на эту табличку... Ну, давайте мы начнем с того, что просто зайдем на эту страницу. И делается это так. Нет, не так. Значит, сначала нужно создать робобраузер. Давайте мы ему скажем, что парсер и вексаной. А теперь... Вот так. Значит, нам нужно теперь найти вот эту табличку здесь. Давайте на нее посмотрим, что это за табличка такая. Есть у нее какой-нибудь характерный? Хорошо, давайте найдем H2, в котором есть текст-фильмография, и найдем таблицу, которая идет после него. А как у вас получилось, что он нормально, а у вас есть таблица? Нет, это не очень важно. Он поймет и так, и так. Значит, какой там был H? Какой там был заголовок с фильмографией? H2, да. Нет, так не работает. Ну ладно. Давайте вручную искать. Теперь я хочу от этого тега H2 взять не внутри него элемент, а в следующий элемент. Ну давайте я просто сделаю сейчас вот так. Теперь у меня правильный H2. И давайте я от него возьму... Вот так. Вот так. Ну да. Вот она нужная нам табличка. Вот она нужная нам табличка. Значит, меня интересует, видимо, вторая TD. Нет. 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 не зря здесь есть годы можем ли мы легко отличить эти года от вот этих ссылок на фильмы похоже на то хорошо давайте я сейчас сделаю давайте я сейчас сделаю так хотя наверно можно было бы можно было бы так Вот таким образом я просто проверяю, что у меня действительно в строчке есть достаточное количество этих TD-шек. Если в ней слишком мало TD-шек, значит, это не та строчка, которая нам нужна. Дальше я нахожу А внутри нужной мне строки. Значит, теперь есть такие А, у которых класс сравняется с нее. Это вот эти красные ссылки. Смотрите. Это ссылки на страницы, которые еще не написаны. Допустим, мы их хотим пропустить. Значит, видно, что если у А существует класс, то этот класс на самом деле возвращается как список. У каждого тега может быть несколько классов. каждый тег может принадлежать нескольким классам. то есть, давайте я сделаю проверку, что… то есть, теперь я выделил только те ссылки, которые хорошие. Ну и теперь, допустим, я хочу по какой-нибудь из этих ссылок перейти. Так. 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 как бы вот сюда. Какую информацию я хочу вытащить. Ну давайте, допустим, что я хочу отсюда вытащить английское название вот эту штуку. как бы это сделать получше. А, вот, нам нужна тд-шка с классом никнейм. Отлично. Сейчас сделаем. Вот. Ну, давайте попробуем сделать что-нибудь в таком роде. Теперь нам нужно вернуться на старую страницу. Ну, давайте пока поставим сюда break, чтобы он бы нам только один раз это сделал. И уже все не работает. Правильно, потому что я здесь неправильно сделал. О, сработало. Так, я сейчас хочу все это объединить в одну ячейку. И убрать вот такую штуку. Вау, не сработало. Нон-тайпом запишусь, ну, вот ли нет текста. Нон-тайпом запишусь. Нон-тайпом запишусь. Нон-тайпом запишусь. Что-то ему не нравится. Ну, в общем, что здесь происходит? Вот этой командой мы как бы кликаем по той ссылке, которую мы нашли. А после этого мы попадаем на новую страницу. У нас вот в этом browser.parse теперь уже текст новой страницы. Дальше мы в нем можем чего-нибудь найти, а потом можем как будто кликнуть по кнопке back и вернуться на предыдущую страницу, на которой мы только что были. То есть вот эта штука, вот этот браузер, объект браузер. Он ведет себя как виртуальный браузер, который мы можем управлять. В следующий раз мы поговорим более подробно про такие штуки и в частности про всякий более продвинутый веб-скрепинг. Вот. А на сегодня, наверное, все. Вот. А лучше скачайте ее. Я не гарантирую, что я буду хранить все домашки вечно. У меня в течение какого-то времени место на сервере не заканчивается и я удаляю старое. Спасибо. 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 Спасибо.